Хотелось бы, чтобы, допустим, может быть мы выработали такую систему работы, что по более актуальным, значимым вопросам, направлениям жизни, которые, допустим, или общество, которое интересует, волнует население, прежде всего, нашего региона, вас, значит, встречаться и разговаривать в любом формате. Я готов. Доброе приветствие раскрепостило участника встречи и расположило к откровенности. Задать вопросы мог каждый представитель районных СМИ в режиме онлайн. В рамках открытого диалога можно выделить топ-тройку основных вопросов. Социально-экономическое развитие региона, инвестиционная и культурная составляющие, строительство и благоустройство. Конечно, это основные группы вопросов, поскольку у журналистов Брещена их гораздо больше. Но остановимся именно на них. Экономическая обстановка в нашем крае, впрочем, как и во всей Беларуси, достаточно сложная, но никоим образом не критическая. Роль в этом сыграли события в Украине и России, где находятся традиционные брестские рынки сбыта, падение цен на нефть, а также колебания на финансовом рынке. А потому сегодня пояса следует затянуть потуже, то есть корректировать ранее запланированное и работать, не гонять за увеличением цифр и показателей. Задача президента нашей страны поставлена такова, если в целом, чтобы мы не упали ниже уровня прошлого года. Вот основная задача. Она также стоит и для нас, для области. Где мы можем, значит, по каким направлениям добавить, значит, мы будем добавлять. Но стремиться ради, допустим, просто цифры произвести больше продукции, значит, выполнить ВРП, если это касается областной, да, с заделами. Сегодня задача так не стоит. Прежде всего, сегодня задача стоит, это сохранение коллективов, предприятий, организаций, чтобы они не сокращались, чтобы люди не выходили на улицу, не выбрасывались. Значит, чтобы люди могли получать заработную плату, значит, на этих предприятиях, а для этого предприятия должны работать, и работать не на склад. Поэтому второе и очень важное направление – это производить в сегодняшней ситуации непростой конкурентную продукцию, которая может быть реализована. Они лежат на складе. Третье – это, прежде всего, заниматься дебиторской задолженностью, и в том числе, в первую очередь, внешней дебиторской задолженностью. Это основная задача, которая стоит. Ну и диверсификация рынков сбыта. Отдельным блоком прозвучала оценка ситуации в сельском хозяйстве. Она, достаточно крепкая, обрещена, продолжает удерживать лидирующие позиции в республике. Только за январь месяц рост продукции села в общественном секторе составил 107,8%. Более чем на 8% увеличено производство молока на 5,5% скота и птицы. Почему это произошло? Не из-за того, что мы наращивали. Вы понимаете, в прошлом году была создана очень хорошая кормовая база. Было много вложено в сельское хозяйство строительство, ферм, реконструкции ферм. И, естественно, что оно сегодня дает отдачу, поэтому оно двигается. Вот почему происходит рост ВРП. Это один из факторов. Почти треть годового задания обеспечено и в январе по ввозу жилья. Введено более 250 тысяч квадратных метров. Или в два раза больше, чем в январе прошлого года. Значит, с господдержкой построено почти половина 105 тысяч квадратных метров. Или 26% к заданию прошлого года. Но сильные позиции области следует делать еще более крепкими. А для этого нужны инвестиционные проекты. Их может быть и меньше, чем раньше. Но они должны быть тщательно проработаны, чтобы приносить реальную прибыль. Говоря о незавершенных строительствах, Анатолий Лис отметил, что средства на социально значимые объекты в обязательном порядке будут выделены. Имеется в виду школа в Пинске, детские сады в Бресте, и Столинском районе, дома семейного типа, объекты медицинского назначения, дороги, коммуникации. А вот со строительством второй очереди западного обхода следует повременить. Под вопросом остается и завершение строительства театра «Кукол». Пока ситуация не станет стабильной. Нужно пополнять бюджет, а способов для этого есть немало. Начать необходимо с наведения порядка на земле. Что такое земля? Сегодня земля, ну она везде, не только для Брестской области. Это основа производства, сельскохозяйственного производства, фермеры и так далее, и так далее. Проехав по области, я вижу, что, к сожалению, у нас много земли не используется или используется нерационально. Что я имею в виду? Значит, старые сады, которые уже отслужили свой век. Сады садили всегда на самой плодородной земле. Сегодня вот, когда даже я последний раз сказал, сделали инвентаризацию, у нас на сегодняшний день 1950 садов, которых необходимо раскорчевать в ближайшее время. Представьте, 2000 гектаров. Что значит 2000 гектаров земли, которая плодородная, сегодня не дает отдачу. Так если там посеять пшеницу, получить 5 тонн пшеницы, то вы смотрите, значит, с 2000 гектаров можно получить 10-15 тысяч тонн зерна. Умножьте на 300 долларов, 400 тонны. Сколько это получится? Мы вот ищем деньги. И эти деньги пополнят казну. А значит, вполне реально завершать старые проекты, начинать новые. Пусть не сейчас, не сегодня, но в скором времени. Все основные сферы жизнедеятельности области подверглись скрупулезному анализу. Самое главное, подчеркнул Анатолий Лис, работать качественно и результативно, не снижая темпы производства. А это зависит только от человеческого фактора. Аховой ситуации, когда нужно бить тревогу, нет. Все под контролем. Пока есть некоторые временные ограничения. Но это лишь временно. Нужно уметь переживать трудности. Тандем власть-народ – это сила, способная эффективно решать существующие проблемы. Задача СМИ – помогать и корректно направлять, а не усугублять ситуацию. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.